здравствуйте друзья с вами дмитрий черепощук рассмотрим как всегда интересные идеи на конец октября давайте приступать чтобы долго не затягивать начнем с золота ребята ну что по золоту по золоту принципе ситуация как мы и говорили мы отмечали с вами ранее этот канал да в районе 17 80 нас затянули обратно вышли выше все замечательно сейчас я скорректировал этот уровень в район 17 97 потому что очень волатильно ходит до туда-сюда хвосты бросает то есть не очень сейчас торгуется в плане техники в плане заходов но тем не менее инструмент находится в неком локальном до восходящем тренде потому что если мы глобально посмотрим мы находимся в боковике да причем с четкими границами и увидит до любой кто торгует по тех анализу или нет поэтому смотрим сейчас за золотом приоритетно конечно на вход в лонг но будьте осторожны потому что если мы возьмем пятиминутку увидите да то есть вчера просто расколбас до новости это не новости нам принципе не важно нам главное то что график ведет себя или предсказуемо или непредсказуемо поэтому по золоту рассматриваю лонги но очень осторожно если будут красивые точки по нефти нефть намного красивее смотрится до в плане технического анализа и вообще замечательно ходит в плане тренда тоже все супер 84 удержали вы видите вчера такими усилиями давался денег крупному игроку один раз пытались ли не сделали перри хай перелого прошу прощения второй раз не сделали то есть видно что инструмент удерживает спецом специально чтобы 84 осталось за крупным игроком поэтому смотрим за развитиями по нефти да скорее всего будут лонги но опять же оставляйте за собой фактор того что в пятницу может быть откатное движение мы можем простоять на этой 84 только в понедельник будет развязка по данному инструменту поэтому очень внимательно наблюдайте скорее всего нефть пойдет еще выше интересные ситуации под доллар рубль была выкупная свеча у нас среда или вторник к сожалению уже не помню вот сейчас по инструменту как таковому точек входа нет но очень интересно будет посмотреть если вы будете смотреть за ним на следующей неделе 71 400 и на сегодняшний день мы стоим вблизи уровня 70 780 в этом канале мы стоим скорее всего будет выход продолжения по тренду да но уже такой объем выходит так откупает что могут в моменте до развернуть тренд и при следующем тестировании круглой цифры 70 может быть так что у нас тренд сменится и отсюда мы пойдем на какое-то незначительное движение вверх может и развернется тренд да мы не знаем мы будем смотреть уже по факту поэтому на сегодня смотрим у нас главный уровень 70 780 и верхние 71 400 что касается евро рубль намного сильнее смотрится да если мы даже посмотрим с вами дневной график это доллар рубль это евро рубль видите как поджимают выкупают хвосты у нас снизу что указывает на агрессивной покупки поэтому смотрим также за зоной 83000 до это 83 рубля за евро поэтому присматриваемся за этим инструментом если закрепимся и хорошо постоим там час или два можно открыть лонг с коротким стопом до для того чтобы локально забрать там 34 к одному опять же не жадничать потому что мы торгуем против тренда и в любой момент крупный игрок который все это время придерживал этот тренд может развернуть и инструмент пойдет против вас о тренду который сложился уже на глобальном уровне что касается евро доллара точно так же ситуация была выкуп на объеме все замечательно очень быстро мы подлетели к этому уровню до который у нас пришел еще с 20 августа и вышел объем сейчас нужно смотреть очень пристально потому что если мы закрепляемся 116 95 можем увидеть рост вплоть до 119 если же у нас не дастся закрепиться до этот объем вышел против нас противном случае тогда нужно ждать проторговку ложного пробоя и от этой границы пытаться заходить на продолжение движения вниз по инструментам это все что я хотел рассказать поэтому буду желать вам хороших выходных хорошей торговой сессии в пятницу и прибыльного ноября всего доброго